Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Александр Маврин, организатор фестиваля «Небо России». Здравствуйте! Добрый день! А вот в какой раз уже стартует «Небо России» в Рязани? Что ждет рязанцев? Ну, как всегда, ждет шоу «Незабываемое зрелище», поток позитивных эмоций, в общем, закаты, рассветы. И это мы проводим 17-й раз. Это всероссийский культурно-зрелищный спортивный фестиваль «Небо России». Пройдет с 12 августа по 18 августа на следующую неделю. Ну, а основные дни, которые связаны именно с культурно-зрелищной программой, которая доступна для всех горожан и гостей, это 13 августа и 17-е. Монастырский сад Рязанского Кремля. Там будет торжественное открытие-закрытие с 18-ти нуля. Получается, концертный программ будет представлено. И мы по погоде оттуда улетим в районе 19 часов. Главное, чтобы лето к нам все же пришло, к концу календарного лета. Ну и, соответственно, чтобы ветер был такой, чтобы мы вылетели за черту города и не влетели в Дягилево. Есть некоторые нюансы, но посмотрим. Загадывать не будем. И заранее, специально уже на протяжении 5 лет, не смотрю погоду. Потому что все будет так, как оно будет непосредственно за день до самого планированного дня. А сам фестиваль «Небо России» для незнающих людей, что это за фестиваль? Почему он вообще организован именно в Рязани? Вообще-то в Рязани, наверное, все знают. И это было бы оскорблением туда, в сторону горожан, о том, что говорят, что они не знают такого фестиваля. Потому что каждый год все ждут, пока взгляд наконец-таки устремится в небо, оторвется от наших обычных житейских всех мелочей. Началось все это в 1990 году в Рязани благодаря усилиям, скажем так, Льва Борисовича Маврина, моего отца, и Михаила Малахова, которые благодаря счастливым стечениям обстоятельств, находясь в редакции советского спорта в Москве, встретились с англичанином Доном Камероном. Он до сих пор остается компанией, его лидером по производству тепловых аэростатов. И он хотел провести мероприятие в СССР. В общем, слово за слово. Соответственно, тут хорошее отношение с представителями власти. Ну и, в общем, в мае месяце впервые в Советском Союзе был проведен фестиваль воздушных шаров НЕБР России. Так его назвали тогда. И мы продолжаем, скажем так, традиции, которые в то время еще зародились. Присутствовали представители таких команд, как Югославия, Чехословакия, СССР и Великобритания. История показала, что ничто не вечно под луной. Вот только одни шары как летали, так и, надеюсь, что и будут летать. При поддержке правительства, области администрации города и наших партнеров и спонсоров. А если география участников в 90-х годах была такая обширная, то какая она сейчас? Сейчас Россия. Мы ушли больше в спорт. Соответственно, Рязань считается сейчас одной из основных. Рязань и Великие Луки, Псковская область. Основные площадки, где тренируются спортсмены. Соответственно, в прошлый год на чемпионате мира в Австрии сборная России заняла первое место. Об этом, конечно, не знаю. Об этом шла ли новая стрельня? Нет. Там по центральным каналам, но как-то, видимо, упустились где-то. Первое место впервые в истории воздухоплавания. И в личном зачете наш команда заняла третье место. Стояли на подиуме, на пьедестале. А позапрошлый год на чемпионате Европы заняли второе в Австрии. И, соответственно, здесь откатываются в Рязани. Вот приезжает самый сильный спортсмен. Приезжает вся сборная России. Приезжают рекордсмены как мира, так и России. И, соответственно, тут происходит общение. Именно в Рязани мы откатали в свое время программу, которая подсчитывает очки. Потому что, ну, все, мы уходим в цифру. Все. Ушли в цифру. И, соответственно, если раньше ты летишь на шаре, на земле лежит мишень в виде креста тряпочного, ты подлетел, кинул маркер. Сейчас у тебя большая часть заданий находится виртуальная. И, помимо того, чтобы пилотировать, надо еще и нажимать на кнопки быстро. То есть ты нажимаешь на кнопки на логере, смотришь в монитор. И одновременно с этим понимаешь, что в корзине вокруг тебя там в Рязани в этом году будет 32 шара, а на Европе и мира 100 шаров. Так, чтобы в этой мишанине не было столкновений и прочее. Вот. География – Россия. Исключительно Россия. Вот. Ибо получить визу в Россию для иностранцев – это, как они говорят, nightmare. Невозможно просто так с первого раза все это сделать. Вот. Соответственно, по географии основная часть – это Москва, Московская область. Ну, понятно, почему. Вот. Там центр нашей страны, столица и прочее. И Рязанские земли, Рязанская, получается, 4 Рязани выставляет экипажа. Тула, Воронеж, Йошкар-Ала, Пермь, Краснодар, Ростов, Великие Луки, Санкт-Петербург. Ну, в общем, ну, все сильнейшие, скажем так, аэронавты будут у нас здесь. В программе будет 8 спортивных полетов. Ну, и, соответственно, уже потом, по итогам нашего мероприятия, будет сформировано окончательный состав сборной России для участия в этот год в октябре чемпионат Европы в Мальюрке. Мы говорим, что это будет спортивное соревнование. Что предстоит сделать участникам? Какая у них программа? Точность. Вся, ну, на самом деле, прикажущаяся, скажем так, неуправляемости шара, потому что ты летишь под властность стихии ветра, вот, то есть ты когда взлетел, ты все, стал частью атмосферы. Ты перемещаешься вместе с ветром, там, под облаками, над облаками и прочее. Вот, у тебя есть планирование, и взлокоплавание, оно хорошо тем, что ты учишься заранее планировать. Все зависит принципиально от точки старта. Ты отстартовался правильно, у тебя есть какая-то вилка право-лево, там, 10 градусов, 40 градусов, это хорошо. Вот, и ты начинаешь ловить потоки, и у тебя там разложены, ну, условно говоря, или тряпочные кресты, куда-то кидаешь маркеры, это ленточка, стоит 70 сантиметров, 70 грамм веса, мешочек, кидаешь. Или находится какая-то виртуальная точка, виртуальная точка, а ты летишь, все, у тебя ноутбук, вот, там, программа, разные используют разные, но в основном это лазер-эксплорер. Вот, летишь, и все, и ты летишь в эту точку. И сейчас, если ты не в пяти метрах от точки, ты уже не в десятке лучше. Ну, вот, россияне очень хорошо летают. Сейчас, к сожалению, конец лета выдался не очень хорошим. Погодные условия как-то могут помешать или сыграть свою роль? Мы всячески, мы зависим от погоды вообще 100%. 100%, я бы об этом сказал, потому что погоду не смотрел. Потому что, вот, все, что зависит от нас, от людей, от человеков, мы все подготовили. Все подготовили. Вот, какая будет погода, она такая и будет. Вот, то есть, мы или, в любом случае, мы выезжаем на место старта, мы выезжаем в Рязанский Кремль, вот, и наблюдаем за тем, какая она, как что. Есть там метео минимум, это до трех метров в секунду. В приземном слое должна быть скорость ветра максимум. Ну, и, соответственно, отсутствие любых атмосферных осадков летом – это дождь. А дождь бывает разным. Тоже бывает, который пришел вместе с тучей, которая сформировалась там днем, это конвективный, это кумулятивный и прочее вместе с грозой. А бывает то, что пришел, вот, вчера фронт пришел, вот, в принципе, ветер-то был, когда шел дождь, не сильный. Вот, но, скажем так, в дождь летать тоже неприятно. Там, на заре воздухоплавания бывали случаи, когда, ну, приходит непогода надолго, вот, а нужно летать. Соответственно, ветер там, ветер в пределах нормы, у тебя висит покрывало серое. То дождь, то не дождь, то дождь, то не дождь, ну, ладно, полетели. Ну, и, соответственно, полетели, то дождь, то не дождь, оболочка намокает, горелка гореет. Ткань оболочки у тебя, вода нагревается, и за шиворот, форма-то каплеобразная, за шиворот стекает теплый душ. Помылся, приземлился, поехал домой. А, вы также являетесь пилотом теплового аэростата, вот, как человек, который уже неоднократно поднимался в воздух. Вот, расскажите, чем это привлекает людей, новых участников? Вот, это другое видение жизни. Все, ты взлетел, ты, у тебя, ну, это 3D, вот, VR-очки. Да. А у него смотришь, то же самое, то же самое здесь, но это, как бы, не нужно электроники, а вот тебе все это, ну, и летающий балкон, мы это называем и прочее. Ну, я думаю, что человек всегда стремился наверх посмотреть-то, как все наша Земля выглядит. А Земля наша красивая, прекрасная, как в свое время еще Гагарин сказал, и наша задача ее сохранить. А могут ли рязанцы полетать вместе с участниками на воздушных шарах? Да, могут. Тут два есть, ну, как минимум два, как говорится в том анекдоте путя. Да, два варианта есть. В общем, первое, это стать участником в качестве волонтера. Нам нужны сильные, ну, и не сильные, в общем, ну, в основном, конечно, сильные парни, потому что воздухоплавание, но, по сути, по своей, это самый романтичный вид погрузочно-разгрузочных работ. Вот, тебе надо приготовить шар, потом его собрать, загрузить, заправить и прочее. В общем, нужны ребята-волонтеры. И, как бы, получается, в качестве бонуса, то, что потом можно будет слетать, гарантируем, что один полет в течение фестиваля у них будет. А потом уж как пойдет, вот, потому что, ребята, вот, многие рязанцы, ну, вот, мы работаем со студентами РГУ имени Есенина, географический факультет. Вот, они судьи-измерители, вот, и некоторые из них, большая часть, та, которая, ну, заинтересована в этом, она стала ездить с командами вместе по чемпионатам путешествовать, целевой туризм, скажем так. Вот, некоторые даже вошли в состав сборной России в качестве шаропилотных наблюдателей. Саня Буранцев смотрит в окулярте Адолита, меряет с ветром, что-то как, и выдает нам направление ветра по высотам, некий прогноз, вот, ну, это позволял нам выиграть. Здесь, понимаете, это мы призываем к активной позиции, в принципе, вот, потому что воздухоплавание – это, ну, это технический вид спорта. Здесь, получается, у тебя, начиная там от состава пропанбутанного смеси, как что горит, да, заканчивая характеристиками ткани, потом какая пропитка, соответственно, заканчивая метеорологией, а потом у тебя это баллистика, ты планируешь все это, рассчитываешь, ну, математика само собой, да, вот, ты считаешь, там, при такой скорости веток, ты улетишь так туда-то, вот, мои детали. Мы в начале июня, в конце мая летали над Эльбрусом, вот, соответственно, ну, очень долгий был просчет всего этого дела, и, опять-таки, данные меняются, там, мы считали при скорости 23 км в час, а фактически поймали только 21. Все было пересчитано в процессе полета, было принято решение правильно уйти в сторону от Эльбруса раньше, потому что дальше нельзя было сесть, заканчивался газ, ну, закончился бы газ, если бы мы не ушли раньше в местах, где нет дорог, и, там, ледники, и снежники, и прочее. В общем, ну, тут у тебя идет постоянный мыслительный процесс, вот, и, там, после полета спортивного, ну, час-полтора-два длиться, ты вроде ничего не делаешь. Ты стоишь в корзине, нажимаешь на горелку, вот, смотришь на монитор, смотришь на землю, смотришь на окружающие шары, вот, и приземляешь, ты вообще устал. Ты устал, потому что устанет процесс анализа всего, анализ, вот, и принятие решений спуститься, подняться, выйти в горизонт, чуть-чуть подождать, а вот сейчас нет, а вот так. Второй способ – это позвонить по телефону 513371, вот, или зайти на сайт, оставить заявку, и можно, заплатив денег, прилетать на шаре, вот, тем самым поддержать федерацию, поддержать тех пилотов, которые сюда приехали. Александр, спасибо, что стали сегодня нашим гостем. На здоровье. Ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня, и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова